Привет, друзья! Если вы, так же, как и я, с прошлого года сохранили кустик дихондры, но он вас сейчас не очень радует, не расстраивайтесь. Друзья, нужно сделать буквально несколько очень-очень простых вещей, таких, например, как просто отщипнуть вот какие-то засохшие веточки, листики, просто прочистить. Не бойтесь, воспользуйтесь ножничками, если боитесь дергать там, да, отрывать сухие веточки. Отрезайте все, что засохло, надо вырезать, и сразу ваш кустик станет выглядеть гораздо опрятнее. И потом обязательно обрежьте свою дихондру, чтобы она стала пышнее, красивее, чтобы начали развиваться боковые побеги. И сейчас надо сделать очень простую вещь. Отрезаем веточку, ни в коем случае ее не выбрасываем, а прикопаем. Вот отрезали нижние веточки и вот так прикопаем в землю. Я это делаю не по одной веточке, а сразу пучком. Вот сейчас срежу 5-7 веток и прикопаю. И очень скоро у меня будет пышный кустик, сразу эти веточки. Ну, может быть, не все, частично они приживутся, дадут корни. Но все равно, поверьте мне, это будет не одна веточка, а как минимум 3-4 веточки у вас будет такой уже пышненький кустик. А вот так ждать, когда из этой маленькой веточки что-то серьезное нарастет, это можно очень долго. Поэтому не жадничаем. Вот и все. Поэтому, когда мы почистим наш кустик, обрежем, сделаем такую шапочку, то, поверьте мне, к моменту, когда мы этот куст повезем на дачу и будем украшать им веранду, балкон, я не знаю, где располагаете вы свою дихондрочку, то это будет уже совершенно другое растение. Сейчас, конечно, оно выглядит не самым лучшим образом, но сейчас я им займусь. И увидите, когда я привезу его на дачу, это будет просто красавица. Кстати, в прошлом году я практиковала деление куста. Вот такой большой куст я вытаскивала и прям ножом делила его на несколько частей. Все получилось. Все у меня прижилось. Конечно, поболела дихондрочка, но потом все-все-все было окей. В этом году я, скорее всего, не буду это делать. У меня сохранилось несколько таких кустиков, поэтому мне будет достаточно. Тем более, вот сейчас у меня будет после обрезки еще какое-то количество небольших маленьких кустиков. Ну, куда мне их? Солить, что ли? Продавать я их в этом году не собираюсь. С друзьями поделиться поделюсь. Думаю, мне этого хватит, того, что сейчас я набрезаю. Друзья, вот такой был мой совет по уходу за дихондрой. Естественно, конечно, мы сейчас подкармливаем нашу дихондру, начинаем уже активно подкармливать. Сейчас ей очень нужно азотное удобрение, чтобы она нарастила хорошую массу зеленую. Тем более, ну, цветение у дихондры так себе. Вся красота ее вот в этих серебристых или зеленых. У кого-то изумрудный водопад, да, есть такой сорт. У меня, например, серебристый водопад называется сорт. Вот сейчас, конечно, это мало напоминает водопад или вообще что-то такое симпатичное. Но я не расстраиваюсь. Я прекрасно знаю, что все будет, все будет хорошо. Друзья, и вы верьте, и помните, что если вы любите, ухаживаете, любите свои растения и ухаживаете за ними, то они обязательно вам ответят взаимностью и порадуют вас прекрасным видом, цветением, ну и всем остальным, что вы ждете от своих растений. Хорошего вам сезона 2024 года! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!